Мама, я прошу тебя, не плачь. Я живой, но просто ядолечен. Умоляю, слезы свои спрячь. Пусть по нам рыдают в храме свечи. Героически погиб, выполняя служебно-боевую задачу. Офицер Росгвардии Алексей Блинков до конца выполнил свой воинский долг и был награжден Орденом Мужества. Посмертно. В стенах родной школы, которая носит имя другого бойца войск правопорядка, героя России Евгения Золотухина, в День солидарности в борьбе с терроризмом открыли мемориальную доску, посвященную офицеру. В церемонии приняли участие родственники, учителя, коллеги, ветераны и воспитанники кадетской школы. Алексей Блинков закончил нашу школу в 2009 году. Проучился он мне и правда недолго. Учился только на протяжении 10-11 класса. Но за это время успел себя показать как человек, которому очень близко военное дело. Он стал старшиной школы. Есть у нас такое учебное звание. Алексей Блинков родился в поселке Безинчук Самарской области. С детства занимался спортом, проявлял лидерские качества. Учителя и родственники отмечают. Он всегда был сдержанным в эмоциях. Решение принимал взвешенно, отличался дисциплинированностью. После школы Алексей поступил в военный институт имени Яковлева, войск Национальной гвардии России, который окончил в 2017 году. Офицер в погонах он был с самого знакомства. Он, можно сказать, до мозга костей военный. Полностью посвятил себя службе. Для него и семья, и друзья. Это было второе, третье место. Самое главное – это служба и товарищи, которых он всегда уважал, слушал и всегда помогал. Неважно, в какое время. Алексей Блинков героически погиб, выполняя свой военный долг. В описании подвига он был командиром взвода связи Центра специального значения «Витязь». И в самые первые дни специальной военной операции он получил ранение несовместимое с жизнью. И непосредственно в поле боя умело командовать своими подчиненными. Теперь памятная доска в 95-й кадетской школе – пример учащимся о том, каким должен быть военный. Морально-нравственный ориентир, на который будут равняться будущие выпускники школы. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.